Что-то у вас проявится, что-то покажется, с чем нужно поработать еще. Да, подождите, подождите, еще не все сказала. Еще очень важно исключить полностью соль. Полностью соль исключаете, максимум движений, зарядки, ходьбы. Это нужно вам обязательно. Дальше, анализы на гормоны желательно же сдать, понимаете, что с месячными, тоже большие вопросы. Какое питание сейчас, опять же, много вопросов, которые нужно узнать. Но вот направление я вам дала, в любом случае это уже будет хорошо. Как правильно структурировать воду травами, какие пропорции, длительность настаивания. Травами вода структурируется, вот как я говорила, в кремниевой воде, например, берете чайную ложку трав на стакан воды, периодически, в течение часа взбалтываете, хорошо потрусили, уже идет структурирование, начинается. Но достаточно одного часа, в принципе, уже, чтобы получить эффект. А если 2-3 часа настоится вода, то хорошо. И маленькими глоточками в течение дня вот это стакан нужно выбивать. В блендере, конечно, многие тоже взбивают травы в блендере, но уже эффект не тот, все-таки теряется. Здравствуйте, начала чистку по вашей методике пропил отмин с кориандром, кастуркой. Теперь пью сбор для микрофлоры, земляника, смородина, крапива и делаю кремниевую воду с математичкой. Болит сзади. Так, смотрите. Кремниевая вода с математичкой. Иринка, болит в пояснице, да, травы, которые никак не должны отдавать, никак не должны провоцировать очищение почек. Но если вы до этого травы не пили, если вы поменяли сейчас питание на сырое растительное, если максимум соков в вашем рационе, то да, если воды больше пьете, то может быть. То есть если математичкой, молодцы, что математичкой используете, потому что хвощ полевой бывает, что активизирует процессы в почках, а математичкой нет, намного мягче. Но болит сзади, где именно тоже, да. Вот я бы вам, Ирин, посоветовала бы пойти к висцеральному терапевту хорошему, чтобы он промял органы, понял, что происходит и где уплотнение есть. Почки смещенные, болят, нет. Обычно, когда вот кулачком надавливают на область почек в животе, острая, достаточно такая неприятная боль, когда есть проблемы с почками. И тогда, конечно, сразу вы начинаете работать с почками. Можно использовать корни шиповника. Не шиповник, а именно корни. Они очень мягкие. Если есть камушки, если есть песочек, то это все выходит. Но, опять же, если было ли когда-то воспаление почек, если было, то, соответственно, нужно другие рекомендации. Подбирать вот уже более, еще мягче травы. Если цистит был когда-то или нет, тоже вопрос, потому что, ну, это связано. Понимаете, вы запускаете, вот это всех касается, когда запускается процесс очищения, начинается проявляться то, что было скрыто в теле. Вроде как все хорошо, да, вроде как ничего не беспокоит, а начинает показываться то там что-то, то там. И это хорошо, да, начинает, лимфа начинает двигаться, тело начинает откликаться на ваш процесс очищения. И нужно, конечно, помогать, но нужно понимать, что происходит. То есть, если есть боли, то однозначно нужно посмотреть, чтобы вас висцеральный терапевт посмотрел, либо чтобы вы сделали УЗИ в крайнем случае, да. Но нужно что-то не оставлять просто так, если вы не знаете. То есть, вы далеко находитесь. Когда люди к нам приезжают на сопровождение, я тут же могу посмотреть, либо мой супруг, тот же массаж живота, узнать, да, осмотреть человека, и мы уже даем рекомендации тут на месте. Когда мы далеко, вот не можем прикоснуться к вам, то, конечно, это должны сделать специалисты, вы должны не терять время, если чувствуете больно, да, боль и неприятные ощущения, нужно идти к специалистам, которые посмотрят, я имею в виду висцеральный терапевт, который занимается по-огуловым висцеральным массажем, и он скажет, как действовать дальше. Во всяком случае, это ваша диагностика будет, и это направит, будет понятно, куда дальше двигаться. Здравствуйте, Светлана. Женщина 40 лет, недавно перешла на веганство, кожа стареет, увядает и обвисает. Как помочь, откуда брать коллаген? Помочь печени, с печенью работать, конечно же, восстанавливать работу печени, то есть это, ну, хотя бы легкие чистки печени нужно сделать. И 40 лет, ну, да, тоже вопрос. Есть ли соль в рационе? Если соль все-таки осталась в рационе, то, понятно, кожа, морщинки на коже будут быстро очень появляться, потому что к вечеру кожа растягивается, межклеточное пространство увеличивается, а утром все приходится в более ровное состояние. Соответственно, вот такие вот надулся-сдулся, надулся-сдулся дает растягивание, перерастягивание кожи, что, возможно, наблюдалось ранее, и в дальнейшем кожа, конечно, быстрее увядает. И однозначно, нужно спорт, нужна работа с лимфой и нужно оздоровление печени. Вот это основное направление тоже. Здравствуйте, что делать, если почти на все травы аллергия? Можно использовать масла, на масла вряд ли вам будет аллергия в начале. То есть вы понимаете, что начинаете работать с маслами, очищаете кишечник, потом постепенно начинаете выводить травы, и вот так выйдете на стабильный уровень, когда аллергия не будет проявляться, и травы не будут давать никакие реакции. Но это не минутный, не недельный процесс, достаточно длительный. То есть нужно убирать, во-первых, все аллергены, и во-вторых, именно маслом лечить пищеварительную систему, а потом уже подключать травы. Как вывести глисты? Лосоглав у детей 4 года. Как выводить паразитов у детей? Есть несколько дорог. Мы сейчас в курсе с детьми, как раз и проходим. Вы должны понять одну простую суть. Мы не должны классифицировать все виды паразитов. Во-первых, мы не можем их всех понять, узнать, их очень много. И понимаете, что нет на одного паразита один способ. То есть это сколько? Это тысячи способов должно быть работать с каждым паразитом. Это невозможно. Вы должны создать условия для того, чтобы этим паразитам было некомфортно. А создают эти условия горькие травы. И хорошо работающая печень, которая выделяет достаточное количество желчи. И именно желчь, это природная наша антипаразитарная программа, которая заложена в нас. И вот эта горечь от желчи, она дает антипаразитарный эффект. То есть вам нужно оздоровить пищеварительную систему, восстановить работу печени и воздействовать горькими травами. В 4 года это можно уже делать. Вот как раз у нас детки есть даже год и два уже что-то там по курсу двигаются с нами. И в 4 года, да. Но вот здесь в двух словах я не могу все рассказать, то, что мы делаем на курсе. Ну можно, можно, конечно. Как я вам благодарна. Спасибо большое. Я вас благодарю. Можно пить шрот, расторопши, желчегонные травы и масло черного тмина 60 дней без перерыва. Можно. Можно. Вот это можно. А нет, желчегонные травы лучше все-таки 2 недели попили, 2 недели перерыв, 2 недели попили. А шрот, расторопши и масло черного тмина, да, вплоть до 90 дней люди пьют. Скажите, пожалуйста, после кастрорки в этот день надо ли пить воду? Итмин с коррендом принимать надо? Так, давайте первый вопрос. После кастрорки желательно воду не пить. Но это в том случае, если вы много пили жидкости до этого. Если воды пили мало, то после приема кастрорки, желательно, да, можно даже желчегонные травы начинать сразу пить после кастрорки. Где-то через 2-3 часа после кастрорки. После первого похода в туалет. После первого послабления. Но лучше, правильнее, максимально много жидкости в течение дня, потом после кастрорки уже не пить воду. И вот только на следующий день. Если нет слабости. Если слабости есть, то начинайте пить соки. Что такое мережка? Ты мне порежу не в кокус. Если порежу. Сейчас пойдем. Мережа уже ждет, и нужно доделать подарок бабушке. Сейчас, Мережка. А кокос хоть? Кокос у меня вообще. Хорошо, сейчас пойду. Итмин с кориандром принимать. Надо ли размешивать перед этим осадок? Нет, осадок не пейте. То есть вы, может, процедите, а можно так выпить, осадок оставить. Можно ли ополаскивать волосы лимонной кислотой, не соком? Кислотой, ну а для чего? Ну, какая сейчас кислота, вот тоже большой вопрос. И принесет ли вам она пользу или нет? Вот я бы не делала, я бы не ополаскивала бы. Обязательно нужно ребенку разделять на несколько приемов полстакана отвара травы, или можно за один раз выпить. Если ребенок с удовольствием пьет, можно за один раз выпить. При чищении печени яблочный сок в течение дня можно на смузи яблочные поменять или другой эффект? Да, да, можете, да, можете на смузи, да, не проблема. Можете делать. Главное, аппетитное яблочное. Можно даже, смотрите, делают многие яблочное пюре, если это такая слишком жесткая подготовка к чистке печени, яблочное пюре, столовую ложку и капельку бирюзового дегтя туда. Я не знаю, как это можно выпить, у меня ни одного раза этого не получилось делать, но люди, которые приходили с гепатитом, они это все делали, выполняли все рекомендации. Мой супруг вот сам на это, сам все пробовал. Я не решилась, будучи кормящей мамой на такие подвиги. А вообще класс работает. Ну и к тому, что яблочное пюре можно тоже, да. Подскажите, пожалуйста, как правильно чистить лимфу. Полистайте мой пост совсем недавно, либо в шапке профиля у меня есть ссылка на нашу авторскую методику калмыковых, и там прописано четко, как сделать чистку лимфы и в какой последовательности. Ссылка в открытом доступе, в методичка, так что пользуйтесь во благо. Последний вопросик. Светлана, подскажите, можно ли избавиться от хронического танзелита взрослых, как с ним бороться? Да, 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 можно, можно, можно. Потому что у меня самой был танзелит, и я помню вот эти вот миндалины, и воспаленные, и вот эти шарики гноя, которые выходили, это ужасное состояние, этот запах некомфортный. Да, можно, но это, вот, наверное, самое лучшее, это мне помогал голод и очищение лимфы. Но перед чисткой лимфы обязательно чистится кишечник, печень, потом лимфа и кровь. Вот в таком порядке, когда вы будете делать, оно будет уже давать эффект. Но это не один месяц, это несколько лет, если уже хронический, если уже такой устоявшийся эффект, так что наберитесь терпения. Понятно, что это не нужно изнурять себя постоянными чистками, но вы можете себя настроить, что время от времени вы просто будете выполнять курсы, допустим, раз в несколько, в 4-5 месяцев вы будете делать кишечник, лимфу, печень почистили и кровь почистили. Вот в таком режиме, ну, несложно, да, 3 раза в год провести вот такие курсы. И уже будете видеть. Ну, и питание, да, питание, смотрите, ну, и психосоматика, что там так давит. Вот по себе скажу. Как я ощущала свое напряжение миндалин, когда вот сцепив зубы, когда вот больно до глубины души, и тебе нужно сдержаться. Сдержаться, скрыть, подавить, удержать. Она же куда-то должна деться, эта боль. Вот она и остается, вот этими комками боли, которые мы таскаем с собой. Вот так вот. Что, розыгрыш сегодня? Розыгрыш сегодня, к сожалению, не смогу провести. Ну, потому что увезли телефон во второй, и без телефона никак не получится. Так что давайте в следующий раз мы проведем сразу два розыгрыша в прямом эфире. Два победителя у нас будет. А сейчас я бегу к дочке продолжать делать подарок бабушке на 8 марта. По поводу моего отношения к 8 марта я завтра вам все-все-все расскажу, поделюсь с вами. И благодарю всех, кто делится своим мнением, что касается 8 марта. Всего доброго!